Если вас интересует состояние современной культуры, вы хотите осмыслить современное искусство и у вас есть возможность поехать в Париж, то я вам советую помимо Лувра и Эйфелевой башни посетить третье посещаемость место, центр имени Жоржа Помпиду. Не путайтесь с Помпадуром, потому что иногда бывают такие казусы. Это разные вещи. И не поленитесь дойти до пятого этажа, где представлена следующая экспозиция. Она называется «Магазин Бенов». Почему это является признанным образцом искусства постмодернизма? Что это такое? И вообще, почему искусство постмодернизма приобретает непривычные для традиционного искусства формы, черты? Об этом мы сейчас с вами поговорим. Сам термин «постмодернизм» указывает на некую связь с другим художественным течением, с модернизмом. Обычно говорят о том, что постмодернизм следует за модернизмом, на что указывает частичка пост. То есть это один исторический период сменяет другой. Но, мне кажется, это не совсем корректно и не несет никакой эвристичности, поскольку, если вдаваться в исторические подробности, то на самом деле их связь более запутанная, хронологический подход здесь на самом деле не действует, и модернизм и постмодернизм на самом деле друг для друга более прозрачны, они взаимопроницаемы. И были такие случаи, когда одно и то же произведение сначала в одном музее позиционировалось как искусство модернизма, а потом в другом как искусство постмодернизма. Это нормально, это факт, мы не будем это оценивать как какую-то ошибку исследователей, искусствоведов. Таковы условия. Интересен другой подход к пониманию постмодернизма. Леотар указывает на то, что приставка пост очень приближена к древнегреческой приставке ана, как условие припоминания, анамнезис, которое переводится как «снова назад» или «снова вспять». То есть таким образом получается несколько другой ракурс. Постмодернизм — это не то, что идет вслед за модернизмом, преодолевает модернизм, а то, что делает откат от модернизма. То есть приходит к основанию модернизма и начинает прощупывать, постукивать молоточком, как если брать образ ниши, простукивать слабые места модернизма. И это очень важно отметить. О том, что на самом деле постмодернизм — это не отрицание. Это, можно сказать, рефлексия или саморефлексия модернизма. Первые люди, которые начали подрывать проекты модернизма, это представители модернизма — Ницше, Маркс и Фрейд. Ну, как вообще возможно, по сути, рубить суд, на котором сами они сидят? Фуко предлагает такую метафору, топологическую метафору общества. Что общество — это такие места, состоит из мест с привычной организованностью, логикой, порядком. Но есть места, которые, по сути, прорывают эту привычную повседневность. Есть два вида. Есть утопии, которые переводятся как места, которых нету. Это какие-то идеальные мыслительные эксперименты. Либо есть то, что Фуко сформулировал как гетеротопии. Это реально существующие места. Они маргинальные. Они существуют по какой-то альтернативной логике, выстраивают альтернативный порядок. Это места маргинальные, может быть, в каком-то смысле ненормальные, в которых есть нечто табуированное, то, что неприемлемо для нашей повседневности. И такой гетеротопией является художественная практика или современное искусство. Это одна из разновидностей гетеротопии. Это такое место, в котором возможно выстроить условия для собственной игры, со своими правилами, со своим порядком. И художники-постмодернисты, в общем-то, занимаются тем, что выстраивают, прорывают в повседневности такие места, такие гетеротопии. И вот эта самая работа, инсталляция, является прекрасной иллюстрацией такой гетеротопии. На самом деле, изначально, магазин был на самом деле магазином. Он находился в городе Ницце, находился на какой-то улице. И Бен Ватье, теоретик и практик такого художественного течения, как Флюксус, для того, чтобы реализовать свой проект, решил себя зарегистрировать, как сейчас называется, как индивидуальный предприниматель. И он открывает магазин, магазин по продаже грамм-пластинок. При том, что он в точности копирует тот магазин, который раньше существовал. Тоже существовал магазин грамм-пластинок, и он создает его точную копию. Ну, это только внешне. На самом деле, этот магазин является не просто магазином, он является неким художественным проектом. И сам Бен Ватье называет его «Лабораторией 32», потому что он находился на улице под номером 32. И в чем же его особенность? Почему он перестает быть магазином? То есть там действительно могли приходить покупатели, покупать грамм-пластинки, покупать какие-то другие вещи. Бен Ватье является приверженцем идеи Марселя Дюшана. Если вы помните историю Марселя Дюшана, как он создал шедевр, ну, наверное, первый шедевр современного искусства. Он пошел в магазин стройматериалов, купил новый неиспользованный писсуар, подписал его сбоку и выставил в музее. И оно стало произведением искусства. И Бен Ватье берет эту практику, все вещи, какие там находятся снаружи и внутри, он подписывает. Там были даже спички. Интересно, он подписывал спички или нет. Ну, вроде бы там все было подписано им. И этот магазин является такой хорошей иллюстрацией для того, чтобы понять, что такое искусство постмодернизма, поскольку он включает в себя, наверное, основной арсенал постмодернистских методов. Бен использует метод деконструкции. Это излюбленный постмодернистский метод, когда берется некое монолитное образование, материальное или идеальное. Например, утверждение, что искусство и повседневность различны. Они существуют в разных пространствах. И действительно, искусство модернизма, оно как бы на улицах не валяется, оно лежит в музее. И когда мы приходим в них, Борис Гройс называет музеи кладбищем таких мумифицированных артефактов. То есть эти артефакты когда-то на самом деле были живыми, но вот их повесили в рамку, оформили. И человек, даже если захочет установить контакт с этим произведением, он не сможет. Вот попробуйте в Лувре пробиться через сотни китайцев и поговорить с Джакондой. Этого не получится. Нет никакого интимного пространства. Во-первых, есть физическая дистанция между произведением. То есть никто вам не даст его пощупать, с разных сторон рассмотреть, даже подойти. Существует историческая дистанция, интеллектуальная, смысловая. Самые разные. То есть то, что выставляется в музеях, это как такие бледные тени того, что раньше было. И Бен Батье как раз и все представители этого течения «Флюксус» решали эту задачу. Снять жесткие границы между искусством и жизнью. Искусством и повседневностью. И Бен Батье, что он здесь делает? Он деконструирует не только идею того, что искусство и повседневность различны. Он деконструирует идею продавца. Потому что он сам являлся и продавцом, являлся и художником. Он устраивал там перформансы. То есть тот покупатель, который приходил за какой-нибудь вещью, он мог с продавцом вступать в самые свободные отношения. Он мог с ним, ну помимо того, что беседовать об искусстве, он мог обмениваться. Он мог предлагать что-то свое. Он мог покупать ту же самую банальную грампластинку. Он мог покупать спичку. Он мог дополнить своими надписями этот магазин. И произведение искусства тоже деконструируется. Оно становится то товаром, а товар становится произведением искусства. По сути, постмодернисты занимаются тем, что пытаются сформировать то, что называется исключенным третьим. То есть, казалось бы, вот есть товар, есть произведение искусства, а третьего не дано. Ты либо то, либо то. Бен Батье соединяет в одном предмете эти два, казалось бы, взаимно исключающие понятия. Также он использует другой метод, очень излюбленный постмодернистами. Это метод бриколажа. Бриколаж подразумевает, что вы творите что-то новое из старого. Ну или из готового. То есть, вы вдыхаете новую жизнь, старые вещи. Я думаю, что многие из вас замечали, что сейчас в разных кафе, ресторанах стоят швейные машинки, или печатные машинки, какие-то вещи, которые мы называем винтажными, которые не используются по назначению, но они украшают место, декорируют его. И это является как раз хорошим примером бриколажа. Вещь теряет свою изначальную функцию, печатает текст и становится элементом декора. Еще в древности, кстати, бриколаж был известен, конечно, так не назывался. Но, например, есть такие вроде бы чудовищные вещи, что греки специально разбивали мраморные статуи, просто произведения, шедевры, для того, чтобы взять себе маленький кусочек от этой статуи в качестве сувенира. И это кажется вандализмом. И сейчас это так и называется. Но когда начало развиваться христианство, те же самые мраморные статуи, которые остались цельными, они вообще разрушались. Они разрушались с ними, они вообще теряли свой след, теряли вообще свой образ. И иногда бриколаж действительно является хоть какой-то надеждой вдохнуть какую-то вещь, какой-то новый смысл, найти какую-то новую возможность, новую жизнь. И, помимо того, что использовали метод деконструкции, метод бриколажа, Мен-Ватье использовал другой метод, который, можно сказать, даже универсальный. Универсальный для искусства постмодернизма. Это метод пародирования. Не в смысле осмеяния. В нейтральном смысле пародирование — это переработка какого-то оригинала, какого-то произведения с сохранением уникальных черт, но на какой-то новый лад, в какой-то изменившейся форме. И то, что сейчас мы видим, вот эта экспозиция, на самом деле она не является оригиналом, тем самым магазином, в котором Бен-Ватье торговал, устраивал перформансы. Нет, это является точной его копией. Смотрите, здесь есть как бы два уровня пародирования. Сам Бен-Ватье создает свой магазин громпластинок как пародию на магазин и преображает его, делает из него такую, можно сказать, живую скульптуру, в которой все трансформируется, изменяется, в которой постоянно что-то добавляется, что-то убавляется. Это какой-то живой процесс. Но в меньшей степени это магазин, в котором есть устойчивые коммерческие связи. То есть сам магазин Бена является пародией на магазин изначальный, который он пытается воспроизвести формально. А потом музей, прошу прощения, это центр, это не музей, там другая стратегия, другая идеология. Центр имени Жоржа Пампиду пытается воспроизвести оригинальный магазин Бена и, по сути, его пародирует. Потому что против чего боролся Бен Ватье? Он боролся как раз против музеификации, против того, чтобы создать какое-то законченное произведение, какой-то фетиш, какой-то товар, с которым человек не сможет каким-то образом сообщаться. И в то же время, попадая в новый контекст, магазин Бена продолжает существовать. Существовать вот в таком виде, то есть в пародии на самого себя. Важным принципом искусства постмодернизма является принцип процессуальности. И это очень важно. Чего здесь пытаются в этом центре его достичь. То есть любой посетитель может зайти внутрь, оглядеться, но это уже не то живое общение, которое было на улицах Ницца. Процессуальность. Художники-модернисты всегда имели некий замысел в голове, некий проект, который они пытались реализовать любыми средствами. И если мы вспомним, например, историю с Врубилем, который уже повесил в музей своего демона и приходил каждый день много лет дорисовывать этого демона, это не значит, что он получал удовольствие от процессуальности как таковой, общаться с этим демоном, его постоянно дорисовывать. Он не получал наслаждения от этой практики. У него не было необходимости просто существовать в процессе написания этого демона. Нет, у него был в голове четкий замысел, как этот демон должен выглядеть, и он пытался приблизить изображенное к этому образу. У художника-посмодерниста действует иначе. Процессуальность важна сама по себе. Есть такой постмодернист от искусствоведения, Прециозин. Он приводит такой пример из области археологии. Историк и археолог Александр Маршак занимается исследованием искусства палеолита и с помощью современной техники обнаруживает, что то, что мы раньше считали единой композицией художника-палеолита или коллектива этих художников, на самом деле является не единой картиной, а полимсестом. То есть изначально какой-то художник что-то нарисовал, потом спустя некоторое время другой художник это дополнил, и так слой за слоем эта картинка начала расширяться и умножаться. Умножаться количество изображений. И в таком искусстве, как говорит Прециозин, нету стороннего наблюдателя. То есть невозможно вникнуть в замысел или в смысл нарисованного, будучи просто отстраненным наблюдателем, как наблюдателю в третий типовке, например. Необходимо участвовать внутри этого процесса. И получается следующая картина, что искусство палеолита существует лишь в процессе выдалбливания этих образов. И эти образы нужны не сами по себе, это не отражение какой-то оригинальной идеи, это некий инструмент для создания, как пишет Прециозин, многомодального перформанса. То есть это такого перформанса, в котором участвуют не только современники, но и предки, и потомки. И эта идея важна для постмодернистов. То есть известная строчка из песни «Псой Короленко» «Культура — это полимсест», она на самом деле здесь для постмодернистов важна. Что культура сама по себе не имеет никакой цели, никакого смысла вовне. То есть нет какого-то внешнего наблюдателя, вроде бога, который оценивает это с точки зрения какого-то смысла. Или с точки зрения того, что человек движется к какой-то конкретной цели. И в заключение я хочу привести идею автономовой, специалиста по структурализму, по структурализму, переводчика Дорида, исследователя очень крупного. Чем же вообще занимались художники постмодернизма? Ну и вообще постмодернисты. Они занимались тем, что выявляли, это ее концепт, изнанку структуры. То есть структура — это некая система отношений. А если это система, то в ней присутствует власть. То есть те элементы, которые в структуре, они не свободны, они выполняют свои функции, но в них есть возможность, потенция сделать что-то иное, сделать какой-то свободный акт. И постмодернисты занимаются тем, что пытаются найти такие изнанки, которые структура не замечает, или отвергает, или отрицает. И попытаться эти элементы освободить. И в принципе постмодернисты — это те модернисты, которые разочаровали в собственных основаниях, мечтах, ценностях. И занимаются тем, что рефлексируют собственные основания. И в этих рефлексиях пытаются достичь довольно-таки старой европейской мечты поиска освобождения человека. Спасибо. 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 Спасибо.